Здарова и здравия! Если вы любите бокс, это видео для вас. Будет интересный бой в супертяжелом весе Тони Йока Кристиан Хаммер. Кристиан Хаммер это, ну, в принципе, известный боец, дрался с большим количеством топов, не старый при этом боец. А Тони Йока это восходящая звезда, это, ну, лучший, наверное, супертяж сейчас Франции. Это проспект с огромной антропометрией, просто 2 метра, по-моему, 2 сантиметра рост, 2 метра 6 сантиметров размах рук. То есть, прекрасная антропометрия. Кристиан Хаммер такой антропометрией не похвастается. Достаточно длинные руки у него, 1,96, но 1,89 рост. То есть, роста крайне не хватает в супертяжелом весе, ниже 1,90, это очень плохо. Но Кристиан Хаммер умеет боксировать, Кристиан Хаммер умеет бить, Кристиан Хаммер умеет защищаться, Кристиан Хаммер умеет держать удары, Кристиан Хаммер умеет проходить всю дистанцию поединка. Его за последние 10 лет никто не смог нокаутировать. Там с Тайсоном Фьюри было, вот, отказ от боя, но это потому, что это Фьюри, с ним драться не хочется. Он вот эта вот вязкость, корявость, какие-то вот такие вот уклоны его непонятные. Там бокса нет. Ты выходишь в ринг и думаешь, и нахер я тут. Понимаете, вот как Сефери отказался продолжать. Ну а что там? Там и боя-то не было. Фьюри драться с собой не дает. Он только поэтому и чемпион. Он неудобный, корявый. Это не боец, понимаете. Это не жесткий парень. Это хрень в ринге. Вот как Валуев был. Только более гибкий, более вязкий такой. Вот более там где-то шустрый. Вот и Хаммер с ним отказался продолжать. Но там не было никакого нокаута. Такой парень, как Александр Поветкин, в чьей нокаутирующей мощи, я думаю, никто не сомневается, особенно после последнего боя, не смог нокаутировать Кристиана Хаммера. Такой мощный Кинг-Конг, как Луис Ортис, не смог нокаутировать Кристиана Хаммера. Кристиан Хаммер это боксер, которого досрочил Дэвида Прайса. Кристиан Хаммер это боксер, который в принципе проигрывает только топом. Там в начале карьеры у него есть какие-то поражения, но это было очень давно. Кристиан Хаммер это именно не старый боец, 33 года, для супертяжа хороший возраст. То есть это для Тони Йоки серьезная будет проверка. Это уже нельзя сказать будет, что Тони Йока мешкобой. Как боксирует Кристиан Хаммер? Кристиан Хаммер в принципе боксирует на дальней дистанции, но если у него что-то не получается, если ему навязывают среднюю, ближнюю, если его давят, у него хорошая защита, у него хороший блок. Он может принять на блок и десяток ударов и ничего не почувствует. Может поработать в клинче. Может дать сопернику вымахаться и взорваться с ответной контратакой. Не со встречной, а именно с ответной. Кристиану Хаммеру не хватает скорости. Но боец, это не тот боец, который будет весь раунд ничего не делать. Как это делают какие-нибудь там Деметриус Андрейды. Рейды, вот нет, это боец, который хоть один-два раза, но за раунд взорвется и попытается вас нокаутировать. То есть это проблемный парень. Ну, что сказать, руки не очень быстрые, на дистанции не очень хорош, на средний не очень, но неплох, на ближний не очень, но неплох. На в клинче они особо работают, очень хорошая защита, пробить будет очень трудно. Опасен в принципе до конца боя. Что касается Тони Йоки. Тони Йока это один из боксеров будущего, на мой взгляд. Во-первых, антропометрия отличная, во-вторых, 28 лет молодой. В-третьих, работает с поднятыми руками. Не вот так вот, не вот так вот, не вот так вот, не вот так вот. Вот, у него подняты всегда руки. То есть, вот я стою с вами, работаю, чуть какая-то опасность была, чувак. Надо бить, бью, возвращаю сюда. То есть руки подняты, это очень хорошо. Боковые никогда не зайдут. Прямые удары просто скрести руки не пройдет. То есть, понимает, понимает профессиональный бокс. Работает, знаете как, не в давлении, не в прессинге. Он работает в центре ринга. Он вот эти вещи пока не изучает. Но как он работает? На дальней дистанции он, нет лишней работы на ногах у него. На дальней дистанции немного пощупает вас джебом и пытается вставить правую. Если вы остановились, он вставит правую, сделает шаг, отработает комбинацию на средней дистанции. Отойдет после этого, это проблема. Нужно оставаться и с ближней дистанции. Но это прессинг, понимаете, он пока этого всего не изучает. Когда к нему подходит, остается на ближней дистанции. И вот на ближней дистанции он работает очень грамотным контрпанчером. То есть он дает сопернику работать, он знает, что такое защита. Раз отбил, два отбил, три отбил. Ага, я вижу, что ты сейчас ударишь, я отобью и тут же вставлю свой удар. И очень-очень хорошо люди от этого падают. Вот его контур-удары на ближней средней дистанции это страшная сила. При такой антропометрии, конечно, размах у него всегда будет. На дальней дистанции, ну, знаете, это не тот боксер, как, например, Сламбек Махмудов, Бахадир Шалолов, Дэниэль Дюба. Он не так хорош на дальней дистанции. Но будущее бокса это не дальняя дистанция. Будущее бокса это ближняя и средняя дистанция. И вторым, и первым номером. У него пока получается лучше вторым номером. Но как только он изучит работу первым номером, я надеюсь, это будет не дистанционное давление, а именно давление с блоком на средней и ближней дистанции. А когда оно перерастет в прессинг, его никто не победит. Кристиан Хаммер, я думаю, будет попадать по Тони Йоки, даже с его защитой. Он проверит его, в первую очередь, корпусную держалку, потому что Хаммер неплохо бьет по корпусу. Тем более, такого высокого придется бить по корпусу. А Тони Йока проверит Хаммера на держалку. Не заржавела ли она у него? Потому что Тони Йока будет попадать именно в встречные удары. У него очень хорошие навыки контрпанчера. Если он нокаутирует Хаммера, это будет очень серьезная заявка. Потому что, я повторюсь, этого не смогли сделать Александр Поветкин и Луис Ортикс. Это очень-очень серьезный показатель. Хаммер за последние 10 лет 2 раза только проиграл. 3 раза проиграл. И то проиграл кому? Фьюри, Поветкин и Артист. Ни хрена себе бойцы. Таким и не стыдно проиграть. Так что, я считаю, что Тони Йока этот бой победит. Но, я не уверен, что это будет нокаут. Я в этом не уверен. Потому что, если, прочувствовав его жесткий удар, Кристиан Хаммер поставит себе задачу достоять, он достоит. И ничего Тони Йока ему не сделает. Потому что у него нет прессинга. Чтобы нокаутировать Хаммера, его нужно сначала функционально просадить. Просто ударом его вырубить трудно. Просто ловить, просто бить. Его нужно просадить функционально. Чтобы просадить бойца функционально, нужно давление и прессинг. И функционалка. У Тони Йоки есть функционалка, я думаю. Последние бои были короткие. Он быстро ребят вырубал. Но он молодой. Я уверен, функционалка там есть. Но, что касается давления прессинга, грамотного. Чтобы соперник очень много работал на ногах, на руках, в защите, в клинче спасался. Чтобы он постоянно тратил силы. А ты при этом не тратил почти ничего. Этого у Тони Йоки пока нет. Но, как только наработает, я думаю, очень мало кто его учитывает. Поэтому Тони Йоки выиграет этот бой. Далеко не факт, что нокаутом. Далеко не факт, что нокаутом. Но этот бой будет проверкой, которая нам уже ответит на вопрос. Тони Йоки это боксер будущего? Или все-таки это новый Джошуа? Новый какой-нибудь Фьюри? Хирюри? Ну, нет. Тони Йоки понимает, что бокс меняется. Он к этому готов. Потихонечку. И мы должны быть к этому готовы.